Привет всем теннисистам! На прошлом видео я говорил о том, что удар слева состоит из девяти основных частей. И это мое условное деление поможет разобраться и диагностировать ошибку. У тренера в подготовке честолюбивого ученика, как правило, есть две основные проблемы. Первое. Проблема в том, что не все рождаются гениями. А второе в том, что все хотят ими стать. И это условное противоречие можно решить только моделируя и изучая ситуации, которые до нас прошли другие. Поэтому мои объяснения первое только на примерах лучших, второе они будут максимально подробны. На прошлом видео уроке мы остановились на первой фазе, исходном положении сплит-степа. Основная задача данного этапа – начало принятия решения о направлении движения сразу после приземления. Иначе будет потерян сам смысл этого прыжка. Далее необходимо понять, что все наши движения привязываются к полету мяча. И только спустя какое-то время мы, как по тропинке этого понимания движения мяча, научимся предугадывать действия соперника. У талантливых спортсменов, как естественно и у мега-теннисистов, поворот начинается уже в сплит-степе. Они приходят в то положение, из которого сразу можно бежать. Нам с вами на первых порах лучше приземляться на две ноги, по причине того, что поворот в прыжке возможен только после принятия решения в воздухе. А если его нет, то будет просто сумбурно. Итак, решение принято и необходимо начинать повороты смену хватки. И то и другое делается вместе в одно время. Техника смены хватки. Учитывая, что разножка выполняется с хваткой для удара справа, и в большинстве случаев это полузападный вариант, начинать лучше с правой кисти. Первое меняет положение правая рука. Это объясняется тем, что в этом варианте можно будет сыграть и одной рукой слева. В принципе, есть несколько вариантов расположения правой руки на ракетке, но я рекомендую использовать следующую. Диагональ между основанием указательного пальца и пяткой ладони совпадает с плоскостью на ручке ракетки под номером 1. Еще раз. Диагональ между основанием указательного пальца и пяткой ладони совпадает с плоскостью на ручке ракетки под номером 1. Эта хватка используется при подаче игре с лёта. Именно поэтому я рекомендую ее использовать. При таком варианте вы имеете всего две хватки. Для удара справа и для всего остального. То есть для подачи, игре слета, резаного удара и смеша. Левая рука меняет положение вдогонку правой, но при этом обе ладони лежат на ручке ракетки, и между ними не должно быть расстояния. Итак, левая кисть, перемещаясь шейки ракетки вниз на рукоятку, занимает следующее положение. Основание указательного пальца лежит на плоскости ручки ракетки под номером 5. Пятка ладони на плоскости 6. То есть диагональ ладони находится на разных плоскостях ракетки. Второй вариант – это более открытая хватка. Основание указательного пальца совпадает с плоскостью на ручке ракетки под номером 6. Основание ладони на плоскости 7. Это две модели хватки для левой руки. И в них, как вы заметили, диагональ ладони располагается на разных плоскостях ручки ракетки. Именно это и помогает увести головку ракетки под мяч до времени контакта с ней. Основная ошибка тех, кто уже неплохо играет – это чрезмерное закрывание ракетки. А это значит, что диагональ ладони смещается в позиции 8 для правой руки и позицию 4 для левой. Это вызвано такой стратегической ошибкой, как неправильное понимание роли левой и правой руки. Идея этой ошибки заключается в том, что есть ошибочные представления. Удар слева – это то же самое, что и справа, только левой рукой. То есть теннисист копирует форму движения правой руки и применяет ее для удара слева двумя руками. По своей, так сказать, иерархии, левая рука, конечно, является ведущей и берет на себя основную роль в ударе. Но при этом форма траектории совсем другая. Но об этом позже, когда речь пойдет о контакте с мячом. Словом, избегайте слишком закрытых хваток при ударе слева двумя руками. Основные ошибки – зазор между ладонями и правая кисть свисает с пятки ракетки. Смена хватки заканчивается к моменту, когда мяч находится в данной зоне корта. Я еще раз подчеркиваю, что с точки зрения понимания смысла движения, их необходимо выстраивать с движением мяча. Смена хватки и поворот – единое по времени движение, и этот элемент необходимо тренировать с учетом этого. Вообще, я заметил, что смену хватки как-то не принято отрабатывать, а это один из принципиальных сегментов удара. Как взялся, так и ударишь. Лучше тренировать этот элемент в связке со сприт-степом и поворотом. Эти две фазы лежат в одной плоскости логики, да и рядом по времени. Помните, что смена хватки связана со способностью принимать решение. Чем раньше примете решение, с какой стороны от вас полетит мяч, тем раньше вы сможете поменять хватку, и тем больше останется времени на все остальное. Способ хватки очень тесно связан с точкой удара. То, как вы располагаетесь к мячу в момент контакта, зависит и от манеры держать ракетку. Как взялся, так и ударишь. В этом фрагменте я в основном обращаюсь к новичкам или тем, кто только начал заниматься теннисом. Умоляю вас, не начинайте играть без знания того, как выполняется удар. На первых порах вам обязательно понадобится тренер, который сумеет выставить вас правильно к точке контакта, а также поможет вам выбрать оптимальную хватку с учетом подвижности вашего запястья. Не начинайте играть сами, какими бы крутыми спортсменами себя не ощущали. Технические ошибки чаще не исправляются, хотя бывает что-то можно и поправить. Именно поэтому хватка – это очень важный элемент. Помните также, что ракетку необходимо держать так, чтобы чувствовать ее баланс. Не надо сильно сжимать ракетку, так как вы потеряете чувство ракетки, но и держать ракетку неплотно тоже будет ошибкой, так как поворот плеч и таза увлекает за собой и ракетку. Это единая конструкция, но об этом, то есть в повороте, поговорим позже в следующем уроке. А на сегодня все. С вами был Сергей Подоляк. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова